Здравствуйте, садоводы и огородники. Отвечу на вопрос, который мне стали очень часто задавать сегодня. Я думаю, будут задавать в ближайшие дни. Звучит он так. Здравствуйте, Иван. Интересно ваше мнение, как профессионала, насчет последнего видео на канале Урожайный Огород. Сто раз больше томатов с одного куста. Думаю, это очередная ее афера. Ну, афера, такое громкое слово, ну, не афера на самом деле. Этот прием давным-давно известный, но скажу так, что на образование в воде приличной корневой системы томата, достаточной для питания этого черенка, уходит не меньше двух недель. Это точно, чем не обрабатывай. Понятно, что водой этот черенок сыт не будет. Пока корни отрастают в воде, потом приживаются в земле, или даже если вы обработаете корневином, порошком и сразу посадите в землю, не имеет никакого значения. Наземная часть очень сильно страдает. Листья истончаются, бледнеет, рост может быть хилый. От освещения, конечно, зависит и от насыщенности питательными веществами исходного материнского растения. Но если это материнское растение уже находится в стадии цветения или плодоношения, вы просто выламываете эти пасынки, то ожидать, что они сами по себе внутри будут насыщены большим количеством питательных веществ, не стоит. Нередко черенкование такое провоцирует у растений томата довольно активное развитие вирусных заболеваний. Именно у самого черенка он находится в стрессовых условиях, и там просыпаются вирусные болезни. Поэтому замена посева семян черенкованием – это старые сказки, которые абсолютно неэффективны. Если бы это было только эффективно, в этом случае все тепличные хозяйства до единого давно бы перешли на черенкование суперсовременных, очень дорогих гибридов первого поколения промышленных томатов, которые в гипермаркете продаются, и не платили бы деньги семенным фирмам ежесезонно, там весенний-осенний, весенний-зимний, зимневесенний-осенний, там разные обороты есть, они не один раз в год высевают эти томаты, а попросту занимали бы черенкованием. Не составляет никакого труда посадить маточное растение в тепличном хозяйстве, оставить их там 10 штук, например, и резать, резать, резать черенки, укоренять их, делать себе конвейер этих черенков. Однако же все все равно покупают семена, и для этого есть очевидная причина. Что ж, такая хирургия является баловством, конечно, в 100 раз больше томата вы не получите. Всего хорошего!